Доброго времени суток! В этом видеоуроке мы с вами будем работать с эффектом красных глаз. Когда вы снимаете, используя вспышку, то часто бывает такой недостаток на снимке, как эффект красных глаз. Обычно он бывает у людей. Если вы снимаете животных, то у них зрачки могут получиться белого, золотистого, зеленого цвета или в данном случае у меня получились вот такого синего цвета. Для того, чтобы устранить эффект красных глаз, если у вас получились красные зрачки в фотошопе, существует хороший инструмент. Он называется инструмент красные глаза и находится в одной группе с восстанавливающей кистью. Вот я его выбрал. Если я попробую применить его в данном случае для голубых зрачков, у меня ничего не получится. Вот видите, я обвел, щелкаю, ничего не получается. Вернусь в палитре истории на состояние открыть. И давайте научимся устранять вот такой недостаток на зрачках у животных. Я буду устранять эффект вот этих синих глаз у правой кошечки. Увеличим масштаб. Перейдем на левый глаз. Теперь необходимо перейти в режим быстрой маски. Первая моя задача – выделить вот эти зрачки. Вы можете выделить абсолютно любым удобным для вас способом. К примеру, быстрым выделением или волшебной палочкой. Но я использую быструю маску. Для того, чтобы перейти в режим быстрой маски, я нажимаю английскую клавишу Q. Вот я перешел в режим быстрой маски. Выбираю инструмент кисть. На передний план я поставлю черный цвет. Нажимаю клавишу D. Непрозрачность и нажим кисти на 100%. Жесткость 0%. И теперь просто-напросто я закрашиваю зрачок у кошки. Аккуратно прохожусь по краям. Вот так вот. Перейдем на второй глаз. И сделаем ту же работу. Вот таким образом я закрасил красным цветом зрачки. Прежде чем выйти из режима быстрой маски, я хочу, чтобы у меня вот эти блики на глазах, которые здесь вот есть. Вот они, блики. Давайте я поменяю цвет стрелочки. Вот они, блики здесь и на другом глазе. Необходимо сделать так, чтобы они у нас оказались невыделенными. То есть, чтобы у нас вот эти живые блики, которые придают живость глазу, остались. Так как на следующем шаге я буду применять заливку черным цветом. Как сделать так, чтобы у нас эти блики не были выделены? Для этого мы должны установить на передний план белый цвет. Нажмем английскую клавишу X. На переднем плане белый цвет. Уменьшим диаметр кисти. И просто-напросто вот так вот щелкнем вот здесь. Достаточно. Перейдем на этот глаз. И щелкнем вот по этому блику. Теперь я нажму английскую клавишу Q. И выйду из режима быстрой маски. Как вы видите, у нас выделилось все изображение, кроме зрачков. Поэтому я инвертирую выделение. Нажимаю сочетание клавиш Shift-Ctrl-I. И теперь мы видим только что у нас выделены зрачки. Теперь мы с вами должны выделение немножко растушевать. Удобный способ для растушевки – это применить команду «Уточнить край». Выберем любой инструмент выделения. К примеру, я выбрал прямоугольную область. И появляется активная кнопочка «Уточнить край». Нажимаем на эту кнопочку. Открывается вот такое окошечко. У нас залилось все красным цветом, потому что у нас вид выбран на ложение. Поэтому у нас и получилось вот таким образом. Давайте масштаб увеличим, чтобы нам было удобнее смотреть. Ну, можно оставить даже такой вид. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо сделать растушевку. Немножко увеличим. До двух, я думаю, будет вполне достаточно. И сместим край. Немножко расширим наше выделение, чтобы у нас захватился немножко вот этот вот черный ободок вокруг зрачков. Для этого ползунок «Сместить край» я перемещаю немножечко вправо. Вот так вот будет достаточно. Давайте посмотрим вид какой-нибудь другой. К примеру, выберем на белом. Вот то, что у нас с вами получилось. Можем посмотреть оригинал. Вот так у нас было. Вот так у нас стало. Я думаю, вполне будет нормально. Вывод сделаем в выделение. И нажмем «Ок». Мы подготовили выделение. Теперь скопируем выделение на новый слой. Ctrl-J. Удерживая клавишу Ctrl, я щелкаю по слою 1, где у нас находятся зрачки. И опять загрузил выделение этих зрачков. Заливаем теперь слой 1 черным цветом. На переднем плане у меня черный план уже установлен. Нажимаем сочетание клавиш Alt-Delete. И закрыли зрачки черным цветом. Ctrl-D. Снимаем выделение. Вот что у меня получилось. Теперь можно непрозрачность немножко уменьшить. Масштаб фотографии теперь тоже уменьшен, чтобы можно было видеть всю фотографию. И непрозрачность давайте поставим на 0. И будем увеличивать и смотреть, какой результат нам подходит. 100% наверное слишком сильно будет. Где-нибудь около 80-90% можно оставить. Вот таким образом. Вот такой результат мы с вами получили. Зрачки у нас теперь обычного нормального темного черного цвета. И также мы оставили такие вот блики на глазах, которые придают глазам живость. Используйте этот способ для своих фотографий. Спасибо за внимание. С вами был Накрашаев Олег. И сайт Photoshop Сундучок.